Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом малиновой наливки и показать вам книгу, собственно, из которой я этот рецепт и взяла. Книга Анастасии Третьяковой «12 месяцев лета», которая содержит рецепты варенья, конфитюров, солений, разных соусов, желе, наливок. Такая современная версия книги о консервации. Я думаю, что практически у каждой хозяйки есть старенькие книжечки, которые достались от мамы, от бабушки, может быть, самостоятельно купленные. Они в основном шли без картинок, и это были такие сборнички рецептов. Я прям мельела от этих книжечек, хотя внешне они были ничем не привлекательны, но мне это казалось какой-то магией. Когда мама на кухне в летний период открывала такой мини-консервный заводик и все лето старалась заготовить побольше для нас на зиму. Конечно же, все эти баночки не расходились, но тем не менее мы с папой очень старались помочь их уничтожить. Я мамины подвиги, конечно, не повторяю, то есть в больших количествах я не консервирую, но каждый год летом стараюсь заготовить что-то вкусное. И в этой книге я присмотрела очень много рецептов, таких нестандартных, которые отчасти разрывают шаблоны, нарушают стереотипы. Например, вот варенье из огурцов с маком и мятой. То есть здесь такие вот рецепты, когда из сладких ягод и фруктов можно приготовить какой-то пикантный соус, например, к мясу. А из овощей, наоборот, можно приготовить какой-то вкусный джем или варенье и подать его к чаю или в качестве десерта. Очень интересные рецепты. В принципе, мне очень нравится оформление и фотографии. Книга небольшая, она не громоздкая. В период, когда на кухне что-то делаешь, она не занимает много места. Приятная бумага, очень хорошее качество печати. В принципе, мне в этой книге понравилось практически все. Единственное, наверное, закладочки не хватает, потому что часто руки грязные на кухне. И постоянно, если вдруг закроется листочек, переворачивать неудобно. Хотя мы сейчас как раз уже, да, так избалованы этими закладочками. Не хватает. Я приготовила из этой книги малиновую наливку. Получилось очень ароматно. Ей бы нужно было еще немножечко постоять. Но, в принципе, она уже готова. И нужно, наверное, ее еще раз процедить, отфильтровать как-то, чтобы она стала более прозрачной. Такой насыщенный прям малиново-бордовый цвет. Кажется, что она даже не малиновая, а вишневая. Но пахнет она потрясающе малиной. Будем пробовать. Я считаю, что такие книги, конечно, они для любой хозяйки будут приятным таким подарком. Приятным бонусом. Потому что, да, сейчас можно найти практически любые рецепты в интернете, в других книгах, когда их уже очень много. Это вообще проблема упомнить, где что есть. Но когда это все собрано под одной обложкой, когда самые такие, ну, классные рецепты, они собраны в одном месте. Это упрощает, в общем-то, и поиски. И ты открыл, о, я это хочу. И, в принципе, идешь, действуешь. Как-то для меня это больше работает, чем, скажем, рецепт, который где-то там в интернете или где-то я увидела. Я чаще забываю об этом. И очень редко, когда прям меня это может сподвигнуть что-то делать. А вот такие сочные иллюстрации, когда лето прям дышит круглый год. Вот, да, и что еще? Вот название здесь в этой книге очень в тему, потому что здесь собраны рецепты, которые можно в течение года консервировать. То есть, ну, инжир осенью, понятно, в конце лета там что-то. И зимой есть что-то, и клюква, и, в общем, работы хватит на весь год. И кушать можно весь год. Замечательная книга. И рецепт хороший. В общем, обязательно с вами поделюсь этим рецептом. Я книгу очень рекомендую. Всем вкусного лета, ароматного. Запасайтесь витаминами, чем-то вкусненьким. Впереди это как это, зима близко. Да, всем спасибо за внимание. Пока-пока.